Всем привет! Хочу поговорить о ножах, в частности о японских ножах. Был у меня в свое время бум на японские ножи на Кири. Первым ножом был куплен Касуми, вторым был куплен Шамамура, третьим Таджиро и четвертым опять же Таджира. И все как-то хотелось сделать тест по поводу этих ножей. Как они режут, стоит ли переплачивать, стоит ли допустим платить больше или меньше. И вот сейчас дошли руки снять этот тест. Тест буду делать на моркови, так как на кухне, считай, канат ты не режешь, дерево тоже не стругаешь. В основном работаешь по овощам, по мясу, ну и там посмотрим, если моркови не хватит. Либо закажу еще, там у меня еще есть капуста, лук. Первым ножом был куплен Касуми Торо, стали АУС-6. Ручка уже правда была заменена, так как стандартная, которая родная с ним шла, чуть подстерлась. Вторым ножом был куплен Шамамура. Заявленная сталь была как нержавейка, ДКС по М-16. А в итоге здесь что-то с углеродкой связано, потому что нож ржавеет, подлетая к луку. И также ручка из магнолия. Пластиковый больстер, как стандарт. И ручка была уже обработана эпоксидкой, чтобы нож можно было умыть, потому что магнолия, она ничем не обработанная, просто деревяшка. И третьим ножом был куплен Таджиро. Таджиро. Сталь с широгами, санмай. Также ручка была из магнолия. Стандартный пластиковый больстер. И также уже была обработана мной эпоксидкой. И последним ножом был куплен Таджиро из ВГ-10. Также была голая магнолия. Тот же самый пластиковый больстер. Также обработан ручкой эпоксидкой. Все ножи продаются вот в таких вот картонных коробках. Я так понимаю, чем дороже нож, тем подобротнее коробочка. Ножи были куплены, этот примерно около полугода. Этот примерно, может быть, недели на 2-3. Попозже, этот неделя, на 4, по-моему, да. Еще позже же, это, может, где-то около 2-х месяцев. Вот этот уже потерял свой лоск. Я прикреплю фото, как он выглядел именно из коробки. Потому что он начинает ржаветь, ты постоянно стираешь это все. Даже вот проявилась линия. Если видно, из стали шерогами, вот она черная, вытравилась от продуктов. Стена же заточена. Затем, вот она черная, вытравилась от продуктов. Так. губка тестить буду на пластиковой доске так еще маленький нюанс что касается сведения сведению то этих ножей разная принципе она у всех разная если видно кончиком этот нож сужается шима мура от альжира более толстый косовый в принципе стандарт и самый тонкий получается как я обычно нарезаю морковь соломкой и чешу морковь в более устойчивое положение и вот так вот нарезаю потом беру примерно по две-три штуки и чуть под углом шинкую и пока шинкую можно говорить о каждом ноже шима мура как видно ручка без выступа довольно тонко сведен не так конечно как жиры широкими но очень легко уходит морковь все очень удобно и так же очень удобно шинковать потому что например и погнал косуми как видно нож гораздо уже в принципе кромка такая же так же нет обычная овальная ручка побольше морковку в принципе так же хорошо входит вот шинковать тем менее удобно я пока не прогнадовился ну реально не так ездит он более плоский поэтому не особо удобно как видно возможно конечно резать вот тем ножом приятнее и самое что в них удобное взял и переложил таджиро широкими таджиро широкими тут уже вот не особо овальная я не знаю зачем вот этот вот выступ нужен японцам зачем-то нужен он по-моему легче всех входит прям как у масла потому что сведение очень-очень тонкое вот 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 у вот вот Ну шинковать им не особо удобно, но тоже возможно. Потому что сделан также более ровный и небольшой скос, не особо, а то можно резать вот так. Но больше конечно не нравится, но нож не отрывается от доски. Каджира VG-10 так же этот выступ непонятный. Ну в принципе не тяжело, хотя нормально. И вот именно шинковка, потому что он тоже сделан более удобный, им прям вообще супер. По пальцам скрипит. Из того что сделаны вот эти насечки, чтобы не было поцарапим, хотя они все равно есть. Вышли наверно, как он скрипит. Ну что, порезал я каждым ножом примерно по 4 килограмма моркови. Вот так вот мелко пошинковал. Можно сделать бумага тест. Таджира Широгами, в принципе резал так и режет. Шамамура, возможно Широгами, возможно неизвестно что. Таджира ВГ-10, как резал, по сути режет. Косуми АУС-6, в принципе ничего и не поменялось. Как резал, так по сути режет. Так, губка тест. Ну, немножко похуже, чем до начала теста. Таджира ВГ-10. Ну да, на губке они все, по-моему, подзатупились. А этот вообще уже Шамамура уже. Губку уже так, как раньше не берет. Таджира Широгами. Ну, чуть похуже, чем было до этого. Лепота. Шинковать уже мало приятно, так как уже набился мозоль. Ну и тут уже нормально подстирлось. В общем, все, что можно было порезать, порезано. Где-то по 5 килограмм моркови на каждый нож. По 2 килограмма капусты. По паре перцев. Чуть помидора, немного мяса. Резать больше нечего, да и, в принципе, смысла я не вижу. Тем более, морковь резалась вот на такую вот соломку. И каждый нож по доске прошел, я думаю, порядочный раз. Он тупился не только об морковь, и другие продукты также об доску. Ну и самое главное после этого всего помидоро-тест. ца. Продолжение следует... 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 проклятый потому что все кто не брал все им порезались либо при нарезке либо при мытье когда моют сдевают все пальцы режутся эти ножи просто убраны редко я их достаю так редко ими пользуюсь что касается по заточке есть у меня металлический мусат давно его приобрел еще до этих ножей потом когда купил эти ножи приобрел керамический мусат также не пользуюсь потому что мне это не надо мне проще взять камень который тоже приобрел тысячи три тысячи на трехтысячники взять немножко подправить нож потому что как он после правки мусатом мне не нравится кромка получается такая зазубренная и если где-то на производстве там если кому-то надо там быструю заточку да может быть это удобно но в домашних условиях мне допустим это неудобно мне проще взять камушек налить себе кофейку и спокойно тихо поточить тысячниками скал редко пользуюсь ну бывает пользуюсь в основном трехтысячник и после трехтысячника довожу на коже обычная доска немного посты го и обычный приклеенный ремень из особого энтузиазма чтобы не заполировать кромку ну и после этого ножи достаточно хорошо режут для кухни считаю более чем когда приобретал камень вместе с ним приобрел вот такой вот приблуду для удержания угла заточки правда неизвестно к углу она держит потому что если нож уже угол один если нож шире угол другой и сюда вот забивается абразив когда ты постоянно снимаешь одеваешь получается такая полоса если ты ее используешь то что-нибудь надо наклеить либо изоленту либо какой-нибудь скотч допустим малярный ну пару раз я использовал больше не использую потому что проще самому руку набить и какое-то время на тебя набьется да может быть первые заточки будут не особо удачные но потом но со временем уже рука набьется и это приблуда нафиг будет не нужна хотя она и сейчас нафиг не нужна потому что как я сказал угол который она держит для каждого ножа разный в будущем есть желание приобрести какой-нибудь хорошенький шеф либо это будет кай либо якс или я пока не знаю может быть таджира с толстенькой пяткой потому что редко такие встречаю где-нибудь сантиметров около 25 я думаю было бы отлично так что всем пока а